Вальфрам Маас приехал в Брест всего на один день и был безмерно благодарен, что седьмая школа организовала такую встречу. Сотрудничество стран дает ученикам возможность участвовать в проекте обмен учащимися, а значит школьники могут путешествовать, знакомиться с новыми людьми, оттачивая мастерство немецкой речи. Приятно отметить, что в Беларуси очень много юношей и девушек, изучающих немецкий язык. Конечно, это большой труд, но в конечном итоге это того стоит. Мы поддерживаем этот процесс, поддерживаем преподавателей немецкого языка в вашей стране. Это помогает организовать и провести экзамен по немецкому языку и успешно сдать его для получения диплома. Дает возможность в том числе для учащихся, выдержавших испытания, в дальнейшем обучаться в высших учебных заведениях Германии. Визит посла в школу, это не первый визит этого посла Вальфрама Мааса первый, ранее у нас другие были. Это как внимание и дань уважения школе, где языку уделяется такое пристальное внимание. Немцы заинтересованы в популяризации своего языка, своей культуры, а мы заинтересованы также в восстановлении прочных отношений, дружбы между государствами и странами. Шпрах-диплом – это начало пути в мир коммуникации языка, отправной пункт к новым возможностям. Об этом знают ученики средней школы номер 7 города Бреста. Они с первого класса изучают немецкий язык, но только начиная с девятого могут сдать экзамен на шпрах-диплом. Самые старательные и добросовестные сегодня были награждены таким важным документом. Он является доказательством высокого уровня знания языка. Сдав испытания в 11 классе, у учащихся есть возможность поступить в учебное заведение Германии без сдачи экзамена. И сегодня посол Германии в Беларуси приехал, чтобы пообщаться с белорусскими учениками, настроить их на дальнейшую работу и, конечно же, чтобы лично вручить дипломы каждому выдержавшему испытания. К нам приехал, потому что он слышал много хорошего о седьмой школе. И в связи с тем, что мы сегодня вручаем шпрах-дипломы в ТСД-1, ну, первой степени, и он сам будет вручать эти дипломы. Цель подобных встреч не в том, чтобы дети выезжали за границу и там оставались. Такой опыт в первую очередь нужен для того, чтобы белорусы были коммуникабельно образованы и, главное, востребованы. Ведь и в нашей стране знание немецкого языка необходимо. Пришлось очень много стараться. Мы занимались ДСД с восьмого класса. Естественно, нужно было много читать, переводить. Естественно, мы язык также хорошо очень учим в школе. У нас прекрасные преподаватели. Так что все возможно. Стимул у ребят трудиться, несомненно, есть. Посмотреть мир и при этом спокойно общаться с иностранцами, изучать их культуру, рассказывать о традициях нашей страны – это по-настоящему интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!